Здравствуйте! Услышим сирену. Завтра днём с 3 до 4 в Саратове будет проведена техническая проверка системы оповещения. Специалисты просят саратовцев не пугаться, а быть внимательными. Это новости на канале Саратов-24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. В Ингельском районе ребёнок умер в мусорном баке. Как такое могло произойти? Специалисты проводят проверки. Ради улова они готовы на всё. Так толстый, посмотрите, какой толстый лёд. Спасатели отправились на Волгу и в очередной раз напомнили рыбакам про тонкий лёд. Два века на посту. В городе мы своих собак видим ежедневно, потому что мы взаимодействуем со своими воинскими частями. Наша съёмочная группа отправилась в единственный в Саратове собачий питомник и узнала, как растят четвероногих помощников. Какая погода за окном ждёт нас на страстной вторник 3 апреля, расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Гибель в мусорном баке. Трагедия произошла в выходные во втором микрорайоне Урицкого в Ингельском районе. Тело младенца нашли местные жители. Новорождённая девочка находилась в коробке. В настоящее время ведутся следственные действия, в том числе устанавливаются обстоятельства произошедшего и разыскивается мать ребёнка. Установлено, что младенец был доношен и скончался от переохлаждения. В настоящий момент по данному факту следственным отделом по городу Ингель, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности. Подобное уже случалось в нашем регионе. В марте прошлого года тело новорождённого обнаружили рабочие на предприятии по сортировке мусора. Виновных так и не нашли. Общественники вновь заговорили о появлении бэби-боксов. Это специальные места, где можно совершенно анонимно оставить ребёнка, если отказываешься от него. Специальные камеры для новорождённых оборудованы всем необходимым, и в случае, если там появляется младенец, срабатывают специальные датчики. Однако специалисты уверены, окна жизни, как их ещё называют, в Саратове не нужны. Действительно страшно. Упаковывают в мусорные пакеты и бросают их на мусорку. Это не те матери, которые будут искать бэби-бокс, за который надо ехать за тысячи километров. Ещё большое такое мнение у разных категорий граждан, что бэби-боксы могут спровоцировать отказы от новорожденных. Кстати, эту тему сегодня будут обсуждать и гости программы «Прямая речь». В эфир она выйдет сразу после новостей. Так что не пропустите. Потрясло заводской. Сегодня днём в Саратове обрушился четырёхэтажный дом. Здание на улице Киевская было расселено. Но под завалами всё же могут находиться люди. Служебные собаки при обследовании дали сигнал. Сколько человек, неизвестно. В эти минуты спасатели продолжают разбирать завалы. Работает спецтехника. Пытаются обнаружить пострадавших. Кто и зачем мог оказаться в заброшенном доме, знает Роман Базан. У него все подробности. ЧП случилось 16 часов. Обрушился 10-й дом на улице Киевской. Это в заводском районе. Кирпичные здания отцепили специалисты. На месте ЧП работают сотрудники областной службы спасения. Кинологи запустили на развалины собак. Позже четвероногие подали знак, что под руинами кто-то находится. Сколько именно человек, неизвестно. После этого спасатели начали разбирать завалы, чтобы добраться до пострадавших. Показывает, что человек обнаружен. Да? Да. Он дышит, там кричит или как? Он, ну, она так обозначает уверенно, поэтому есть шанс, что он живой. Сколько неизвестно? Нет, неизвестно. Обозначает одного пока? Ну, если они рядом лежат, то она обозначает облако общее. Здание давно расселено, но в заброшенном жиле постоянно играли дети с округи. Люди обращались во все инстанции с просьбой снести его, но все безрезультатно. Есть версия, что внутри оказались охотники за металлом. Местные жители рассказали, что сюда чуть ли не каждый день приезжали неизвестные. Они собирали чермет, его здесь, как оказалось, много. И по одной из версий, охотники за металлом могли извлечь из ветхого строения швеллер. Именно поэтому здание и рухнуло, как карточный дом. Ну, это металл, наверное, сегодня вытаскивали, да, кто-то был. Там лазь, которые разбирались дома. Все, что им надо, что там. Батареи, трубы, перекрытия, все они вытаскивали и выносили. Там завал очень плотный, но пройти туда возможности практически нет. Но, наверное, надо привлекать технику, потому что бревна очень плотно лежат. Дома, по соседству срухнувшие, четырехэтажкой устояли, но и они находятся в плачевном состоянии. Сколько они продержатся, никто не берется сказать. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Рыбалка с риском для здоровья. Сотрудники ГИМС начали проводить рейды. В очередной раз специалисты напоминают, что выходить на тонкий лед опасно. Но среди саратовцев находятся и те, кто выезжает на середину Волги даже на машинах. Некоторым из них уже сегодня понадобилась помощь. Екатерина Сулейманова пообщалась с теми, кто ради хорошего углова готов на все. Возле Энгельского пляжа веселый Роджер всегда много народу. Зимой это место облюбовали рыбаки. Даже в будний день здесь собираются больше сотни любителей посидеть с удочкой. Александр Алферов один из них. Любит зимнюю рыбалку, но уверяет, старается не рисковать. Погода хорошая. Для рыбы плохая погода. Не хочет клевать. Не боитесь на лед выходить весной? Да толстый, посмотрите, какой толстый лед. Вообще до какого времени уходит? Промойны появляются, до него ходите на лед? Конечно, конечно. Уже промойны, зачем ноги мочить? Она этого не стоит, эта рыба. Такие рейды спасатели проводят регулярно. Задача предупредить, что тонкий лед опасен. Вот и сегодня нашлись те, кто рассчитывает на авось. Некоторые рыбаки до сих пор выезжают на лед на машинах. Короткую дорогу через Волгу выбирают и местные жители. Василий на лед вышел покататься на лыжах. Говорит, это поездка закрытия сезона. Паяние надбивы. Я вдоль берега. Вдоль берега? Да. С рыбалки? Да. Мы пришли, вернее всего, с рыбалки. Мы здесь на берегу стоим. Со стороны Шумейки проверяющим попали сразу две машины. Сынные внедорожники закопались в снегу. На это авто с туристической базы на острове не было даже документов. А у водителя прав. Теперь молодому человеку придется ждать сотрудников ГИБДД. Прямо здесь, посередине Волги. Уже имеют место быть промоины, прососы и также майны, которые не совсем безопасны. В дневное время мы с вами их видим, а в ночное время или при ограниченной винисе мы можем это не заметить и может повлечь за собой человеческую гибель. Поэтому мы стоим на страже того, чтобы это меньше происходило. Пока инспекторы ГИМС ведут профилактическую работу, раздают памятки, ведь предупрежден, значит вооружен, метеорологи обещают существенное потепление уже на этой неделе. Поэтому на тонкий рыхлый лед, уверяют специалисты, лучше не выходить. Это небезопасно. Екатерина Сулейманова, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Могут остаться без работы. В Балакове назревает скандал. Трудовой коллектив завода «Волжские дизели» имени Маминах подозревает, что новое руководство организации намерено обанкротить предприятие. Без заработка уже остались сотни человек. За помощью люди обратились к депутату Госдумы Николаю Панкову. Наш корреспондент Полина Попенец узнала, чем закончилась встреча людей с парламентарием. На этом заводе работал мой дед, отец, мать, родственники. Я работаю 53 года и хотел бы, чтобы этот завод устоял. Работники забили тревогу. Год назад на «Волжском дизеле» начались увольнения. Партнеры завода постепенно перестали продлевать контракты. Поэтому на встречу с депутатом Госдумы Николаем Панковым пришел весь коллектив. Мне тоже непонятно, почему, как и вам, хорошо экономически действующее предприятие вдруг через какое-то время просто остановило свою работу. Возможно, здесь какие-то искусственные схемы. Возможно, на самом деле непросчитанная экономика. Я тоже этого не знаю. Рабочие связывают кризис на предприятии с действиями нового руководства. Однако, по словам конкурсного управляющего завода, безвыходную ситуацию создали его предшественники. На территории этой площадки зарегистрирован ряд юридических лиц. И предыдущее руководство часть активов вывело так, чтобы невозможно было полностью воспроизвести производственный цикл. Предприятие открылось почти 120 лет назад. Здесь выпускают судовые двигатели и другие агрегаты. Балаковские дизели много лет применялись и в промышленности, и в оборонной технике. По мнению депутата Госдумы, спасти завод от закрытия могут областные и федеральные структуры. Главное сегодня, что люди завтра, вы в том числе, я так понимаю, и все остальные, выйдут на улицу. У них есть семьи, у них есть какие-то обязательства, и они все в долгах. Как дальше существовать людям? Конечно, главная задача – завод сохранить. И мы сейчас с управляющим будем говорить. Я сегодня встречусь с губернатором Валерием Васильевичем Радаевым. Будут здесь поддержки искать. По словам работников, сейчас на заводе трудится больше 140 человек. Для Станислава Гарматина за 20 лет работы завод стал вторым домом. То есть, если бы не этот завод, то у меня, в принципе, бы не существовало. Потому что дед мой приехал из Украины, его сюда позвали после института. Он здесь работал замметаллургой. И вот тут забором ему дали квартиру, недалеко здесь. Бабушка моя сюда тоже приехала с ним. Здесь родилась моя мать, и дальше родился и я здесь. Чтобы сотрудники завода не остались без работы, депутат Госдумы Николай Панков также предложил представителям районной власти создать штаб по трудоустройству. Нельзя допустить, чтобы люди оказались на улице, отметил народный избранник. Полина Попенец, Алексей Левин, Саратов-24. Двоем на одной сцене в Саратове прошел поэтический вечер. Об этом расскажем после рекламы и прогноза погоды от Александра Новохадского. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Во вторник, 3 апреля, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбье и Балакове в основном переменная облачность. Во второй половине дня местами небольшие осадки, кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный 4,7 метра в секунду. Днем до плюс 9, а ночью до нуля. Сохранить и приумножить сбережения. Сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» предлагает членам кооператива высокие ставки по сбережениям до 15% годовых. «Гарант Кредит» 15 лет безупречной работы. Подробности по телефону 90-64-44, город Саратов, Ямлютина 39-45. А в Саратове и Энгерсе также к вечеру возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 6, а ночью до плюс 1. Атмосферное давление около 755 миллиметров артутного столба. В народе говорят, днем в апреле жарко, а ночью прохладно. Хорошей погоде. Метеорологи же обещают, что начало страстной недели умеренно теплое с небольшими осадками. А к Пасхе температура повысится в среднем на 3-4 градуса. Всем добра и здоровья. До встречи. Продолжаем знакомить вас с новостями. Мы работаем в прямом эфире. Будут получать за заботу об армии. Сергей Шойгу планирует вручать главам регионов России специальный приз. Об этом министр обороны рассказал на селекторном совещании. Награждать планируют за лучшее решение социальных проблем военнослужащих. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Два янтарных самородка обнаружили работники на Приморском карьере на побережье Балтийского моря. Отмечается, что это самые большие по массе самородки с начала сезона добычи в 2018 году. Теперь специалистам предстоит дать оценку находки по целостности, цвету, наличию или отсутствию сколов. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Возможно, их передадут в музей, либо продадут с молотка. Ближайший аукцион, на котором выставят крупные камни весом более 1 кг, пройдет в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли «Летом» в Светлогорске. В Ростовской области началась добровольная аккредитация компаний «Такси», транспорт, на котором смогут передвигаться во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает региональный Минтранс. Денег за эту процедуру брать не будут, правда, таксопарки должны предоставить официальные документы для получения своеобразной лицензии. Главные требования со стороны чиновников – возможность безналичной оплаты и наличие диспетчеров со знанием английского языка. Кондиционер в машине, наличие детского кресла, да и сам автомобиль должен быть не старше 4 лет. Пока, правда, заявок не поступало. В Улан-Удэ после торжественного запуска разбился беспилотник Почты России. Дрон сначала начал набирать высоту, а потом резко пикировал и врезался в трехэтажный многоквартирный дом. Как рассказали очевидцы, по счастливой случайности он не задел трех человек, которые в тот момент стояли возле подъезда. Восстановлению беспилотник явно не подлежит. Специалисты назвали и предварительную причину крушения многочисленной точки Wi-Fi в близлежащих домах. Не просто коллега. Речь о собаках. Уже два века четвероногие служат на посту во многих странах. Хотя все начиналось в Шотландии. Там бультерьер, надрессированный останавливать убегающих лошадей, догнал преступника. Кинологические службы есть и в Саратове. В нашем городе даже существует школа для собак. Сотрудники Росгвардии учат их бросаться под пули и находить наркотики и оружие. Аман Базан узнал, почему даже породистую могут не всегда принять на службу. Я занимаюсь только щенками. Основное кормление щенков. Каждому четвероногому одинаковое внимание. Иначе слушаться не будут, говорит Сергей Шмаченко. Рядовой служит в питомнике военной части. Совсем скоро щенят начнут дрессировать. Первые тренировки уже с месяца жизни. А пока здоровый сон и правильное питание. Сухой корм, перекрученный, так как они довольно-таки в маленьком возрасте. Либо перекрученное мясо. Это все, сухой корм запаривается водой. И чтобы они лучше ели, им добавляется перекрученное мясо. Эти собаки уже постарше. Задача найти перчатку хозяина. По запаху. А это упражнение уже посложнее. В руках дрессировщика вещь одного из военнослужащих. Четвероногому нужно по запаху определить, кому она принадлежит. Чтобы сбить с толку, добровольцы выстраиваются в шеренгу. Но и здесь собаки не ошибаются. Сергей Вишняков служит в питомнике уже 11 лет. Остался после призыва. Говорит, животных любит с детства. Поэтому до армии отучился на ветеринарного фельдшера. Сколько собак подготовил к службе, уже и не помнят. Уже, наверное, тяжело считать. То есть это и взрослые собаки, и щенки. С самого раннего возраста, с полутора месяцев и до отправки войска. То есть были собаки и племенные, и ремонтные, и щенки. Сейчас считать трудно, сколько прошло собак-терет. Искать взрывчатку, наркотики и оружие. В учебном центре готовят собак для разных служб. Дрессировки длятся минимум полгода. Все четвероногие разбиты на группы. Те, кто будет работать с патрульными, тренируются отдельно от будущих помощников саперов-омоновцев. Здесь их называют кусачками. Такие овчарки могут и преступника задержать. И помочь в конвое. Здесь в городе мы своих собак видим ежедневно, потому что мы взаимодействуем со своими воинскими частями. А вот бывало такое, что захожу, например, по взаимодействию с другими воинскими частями других регионов. Захожу к ним на сайты, на странички, к ребятам общаемся, налаживаем как-то там, поддерживаем. И вижу своих собак в реальной работе. Сколько всего собак в учебном кинологическом центре тайно. Цифру начальство не раскрывает. По их словам, совсем скоро десятки овчарок отправятся на службу. За питомцами из этого учебного центра приезжают специалисты. Со всей страны. Камни! Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Доверительный разговор в квартире. В Саратове прошел поэтический вечер. Молодая поэтесса из Саратова Ольга Гайдук и признанная звезда современной поэзии из Санкт-Петербурга Марина Кацуба выступили на одной сцене. Произведения двух девушек не оставили равнодушными зал. Многие даже не смогли сдержать слез. Лиман Мамедова тоже отправилась послушать стихи. Квартира – это доверительный разговор двух поэтов друг с другом и со зрителем. Подчувственное музыкальное сопровождение, стремительно обретающая популярность молодая поэтесса из Саратова Ольга Гайдук и звезда современной поэзии из Санкт-Петербурга. Марина Кацуба впервые встретились на одной сцене для того, чтобы рассказать свою историю в квартире. Поэтессы в буквальном смысле гуляли по квартире, они читали в коридоре, на кухне, кутаясь в пледы и приглашая зрителя в гости, не закрывая за собой дверей. Сколько написала Ольга Гайдук стихотворений за свою жизнь не сосчитать. После оглушительного успеха книги «Между нами» поэтесса занята в самых разных проектах. Мне кажется, поэзия и что-либо считать – это вообще вещи несовместимые. Я не знаю, но знаю, что стихов много, столько же много, сколько эмоций, которые рождают эти стихи. Ее называют современной Цветаевой. Даже имена одинаковые – Марина. Девушка популярна не только в поэтических кругах, но и в Инстаграме. Именно интернет, по словам Марины Кацубы, дал поэзии новую жизнь. Я рада этому тренду. Что сказать? Понятно, что это сопряжено с соцсетями и тем, как они повлияли на доступность поэзии сетевой. В зале был аншлаг. И дело не только в отсутствии свободных мест. Все присутствующие не отводили взгляда от сцены, аплодировали после каждого стихотворения и не вставали со своих мест до самого последнего перформанса. Информационным партнером вечера стала радиостанция «Релакс-ФМ». Я очень рад, что эти две заслуженные российские звезды, российской поэзии сегодня в Саратове. Это действительно событие для Саратова. И здесь мои товарищи, и здесь люди, которые увлекаются поэзией. Наконец-то событие. Горде событие. Раз у нас до сих пор не случается попросток, значит, кто у нас творится, проверяет тебе на прочность. Не было в зале зрителя, кого бы ни тронули эти строки. Девушки в зале роняли слезы, мужчины кивали в такт четверостишьем. Хочется проникнуться, хочется душевности и просто хорошо отдохнуть. И узнать Марину и Олю, соответственно, с другой стороны. В квартире присутствовали не только публичные люди нашего города. Поклонники творчества девушек, но и друзья Ольги Гайдук. Несмотря на то, что сейчас поэтесса живет и выступает в Москве, ее выступления ждут и на малой родине. Саратовцы следят за творчеством, знают почти все стихи наизусть. А некоторые даже помнят начало ее творческого пути. Появилась на свет девочка замечательная, с кудряшками. Первые ее опыты были где-то, наверное, лет в 12. Во всяком случае, сидя на даче на веранде, отмечая какой-то праздник очередной, вдруг родители потихонечку шлепчут мне о том, что Оля пишет стихи. Два часа пролетели как одно мгновение. Очарованные творчеством зрители долго не отпускали современных поэтесс. В знак благодарности, подшумные аплодисменты и крики «Браво» девушки прочитали еще около десятка стихотворений. Леман Мамедова, Алексей Фенин, Саратов, 24. И последний карантин в школах продлили до 9 апреля. Раньше этого дня учеников за партами не ждут. Напомним, в Саратове школьники должны были вернуться в школу 4 апреля. Сейчас у детей плановые весенние каникулы. О главном к этому часу все еще больше новостей. Также записи всех выпусков программы «Саратов сегодня» смотрите на сайте saratov24.tv. Увидимся с вами уже скоро. До встречи.